Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Шкаф мы тут все некоторые развесили вещи Тут можно что-нибудь положить Такие комнаты она сдает в аренду на месяц, на год В месяц 200 USD, не знаю, как там электричество Как они делят или не делят Интернета здесь нет, поэтому мне приходится раздавать с телефона И давайте здесь я скажу полезную информацию В интернете много операторов Они отказались от 2G Ориентируются на 4G Все эти мобильные компании Мы решили сэкономить Не взяли unlimited За 1000 нюанских долларов Взяли всего лишь за 500 Там 200 минут разговоров И 2,2 гигабайта трафика Поэтому возможно нам придется докупить Для тех, кто работает Для тех, кому нужен интернет Не всегда он есть, оказывается Вот в таких местах Таких комнат, спальных у нее 4, да? 4 Мы находимся на самом верхнем этаже Здесь есть контейнер, но он сейчас не актуален У нас как бы своя ванная Вообще как гостиничный номер Ну за исключением отсутствия горячей воды, конечно Остальное все очень хорошо Все работает Все здесь есть Там другая комната И получается ванная для двух комнат Здесь стоит вот накрывательный бар Сейчас, наверное, муж уже придет Мы пойдем в вегетарианский буфет Вот если посмотреть Там лестница, лестница, лестница Кухня будет И гостиная Есть место для парковки Одной большой машины Это вообще территория Как бы территория С несколькими большими домами частными Все эти здания Они снимают за 36 тысяч рублей А если вы хотите купить То это где-то 10 миллионов Тайваньский доллар То есть 20 миллионов рублей Да-да, эта сумма нам не называла Вот мы приехали в вегетарианский буфет Просто рай для вегетарианцев Здесь можно супы взять Илья потом сделает проводочку Прямо сейчас Что там интересного есть Разные виды тофу Похожие на мясо Овощи Приготовленные соусы Даже сладкий картошек В картофе есть Макароны И разного рода рис Все вот это вот стоит Вместе с супом Вместе с напитком 110 стайваньских долларов На человек И это буфет А у меня тут брокколи Свежие помидорки Поворачивайся Посмотрите, здесь супы тут разные есть Я пока еще ничего не пробовала Поэтому сказать ничего не могу О, свежая зелень Надо было свежей зелени взять Сосисочки какие-то Вымоченные продукты Тофу, тофу, тофу Зелень Ну, тут даже есть Извольте, картошка Картошка фри Не самая лучшая еда Но она здесь есть Вон, кусочные картофели Разобрали Мужчины следую Есть рисик В принципе, я взяла себе другой Коричневый Макарошки есть Вот есть суповые макарошки Сейчас у нас Сейчас у нас обед Где-то час, наверное Поэтому прям актуальное место И эти косы, в отличие от тайпейских Сказали нам, что Тайвань Это просто рай для вегетарианцев Видите, если человек ест немножко Ну, куда-то вегетарианцев Он знает, что здесь много всего А если он не ест Как наши предыдущие косы в Тайпей То, соответственно, говорит, что нет Нам пока нравится Еще какой-то напиток был Отдает кофе, знаете Холодный, как будто кофе Кофе-чай Кофе-чай, интересно Все, пожелайте нам приятного аппетита Мы будем наслаждаться вегетарианской едой Если мне не хватит, я пойду еще что-нибудь возьму После сытного буфета Отправились мы в трекинг В идеале, конечно, было бы полежать И погладить пузико на нуты Но мы пошли в трекинг И вот такие вот пейзажи Можете увидеть в 30 минутах езды На байке от города Илань Здесь дорожки все очень облагороженные Залиты бетоном Есть гравий И еще знаете, что мне очень... Вот там гольф-клуб Травка, какие-то водоемочки Тишина Необыкновенная И здесь вот иногда Вот сейчас данный момент не встречается Но там было целое... Не каскад, а полотно Из каких-то маленьких цветочков И листочков каких-то растений Такой был, знаете, цветочно-пряный аромат Так приятно гулять И здесь очень тихо Знаете почему? Потому что мы не в Китае Мы в Тайване И одна очень отличительная черта Тайванцев от китайцев Что тайванцы, они не орут Они не орут В их системной программе при рождении Видно, эта функция выключается У китайцев она, наоборот, включается Народу много Я сказала ему, что для трекинга это много Может быть, потому что это одна из самых популярных Чудесных дорожек здесь, чтобы погулять И видно, что люди просто сюда приходят, знаете, как в парк Ну, я чувствую, что они ведут более здоровый образ жизни Может быть, осознанный Какая организация! Все это бесплатно, друзья! Это бесплатно! Этим можно наслаждаться даже вот в такую погоду Несолнечную Это называется деревянная лошадь Логично, да? Что раньше не было дорог И прокладывались специальные такие деревянные дощечки На протяжении всего пути И рабочие тянули, тянули, тянули Не вниз, конечно, вниз они, наверное, просто пихали И она катилась по этим штукам А вот на таких санях именно вверх До 2000 тонн можно было катить На определенного рода таких транспортных средствах 2000 килограмм у нас, не тонн 2000 килограмм Что делать, когда язык не слушается? Друзья, напишите мне в комментариях Что делаете вы, когда у вас язык вообще не слушается? Очень здорово умыться бодрящей водичкой Она очень чистая, прохладная И течет откуда-то оттуда Я прям, знаете, что хотела? Я когда еще собирала информацию по Тайванию Я открываю картинки там Ну да, пейзажи И еще мне очень хотелось горные реки Я думаю, мы попозже это увидим Когда поедем дальше по побережью Это когда, как бы, долина, да И внизу течет река, как у нас было в Китае Но здесь она небольшая такая каменная речушечка Холмистая Вот так душевно Небольшой водяной порог И подъем наверх Мы вернулись на то же самое место Сделав вот такой вот изгиб Круговую дорогу Так как наша камера Не самая лучшая для съемок Приближающихся предметов Или для съемок таких природ Она у нас для экшена То, наверное, следующие выпуски По трекингу По походам национальных парков Мы, наверное, будем урезать Потому что, может быть, смотрится не так впечатляюще Как это есть на самом деле Пока выходили из парка Хочется рассказать вам о двух особенностях Которые я заметила Первая, конечно, как и все китайцы Также и тайваньцы любят чай Они покупают себе термосы разного размера Берут чашечки одноразовые Или пластиковые Каких там они захотят И делают привал То, что я сейчас наблюдала И вторая особенность Тетки какие-то врывали с корнем Подорожник видно Или чтобы его замариновать Или прилепить И сделать себе маску красоты Или добавить в измельченном виде В какое-нибудь блюдо Это была наша первая тропа Наш первый мини-трекинг-поход В Тайване И он удался Здесь есть такой парк Вокруг небольшого резервуара с водой Очень симпатичный Здесь есть мостики Переправы Кафешечки Можно купить фруктов Но мне хочется показать вам Интеллигентную утку Или интеллигентную водоплавающую птицу Птица Смотрите, какая у нее маска на лице Как будто она в Венеции на маскараде У нее такой взгляд, знаете, умный Она очень близко подходит Обычно к людям, которые ее кормили В сравнении с другими утками Которые боятся Она очень такая Не то чтобы самоуверенная Не торопящаяся Разбирающаяся Правда, не захотела есть часть моей Часть моего мандарина А вот рыбы, например, сожрали Кости от мандаринов, которые мы ели И нормально, ничего так Субтитры сделал DimaTorzok